Я полагаю, что сама идея перевода хотя бы части наших ресурсов на восток, в сторону Китая, а впоследствии Индии, абсолютно правильная. И я думаю, что, конечно же, они будут в перспективе покупать примерно на порядок больше электричества, чем сегодня. Даже, может быть, и на два порядка. Потому что вопрос о том, чтобы экологически приемлемое развитие обеспечивать, а не просто там 7% при угольном обеспечении, он по сути встал. Как только Пекин оказался в сложном положении с точки зрения экологии, эта проблема стала решаться. Ну вот я в этом плане констатирующую часть и там представителем министерства, представителем Женьминь-Жибао и представителем китайского бизнеса обрисовывал. И при этом для меня наиболее значимых проблем было две в этих беседах. Первое – это то, что касается системы ценообразования, формирования цен на нефть. То, что вот сегодня цены на нефть существенно ниже равновесного значения, это в значительной степени определяется сложившейся системой формирования цен на нефть, которая базируется, если там детали не удаваться, в основном на бумажках, на бумажных сделках. То есть то, что мы как бренд, как ВТИ фиксируем, оно агентствами в основном формируется через бумажные сделки и через обзвон соответствующих экспертов. То есть это система неустойчивая, сильно манипулируемая, причем манипулируемая и по амплитуде, и по времени искажения, и манипулируемая не нами. Вот если эту систему проанализировать, ну на моделях, то она гарантирует тем, кто работает с реальной нефтью и поставщикам, и потребителям, средние потери примерно в 10% от номинала, которые у них выигрывают вот эти страны или там соответствующие конторы, осуществляющие манипуляции с ценами. Поэтому, на мой взгляд, надо думать, поскольку Россия сама не в состоянии, ну как бы ее экономической мощи недостаточно, чтобы какую-то альтернативную систему цен сформировать по нефти, и следовать на газу, надо думать, как к этой работе подключается Китай, как впоследствии подключается Индия, может быть, все страны БРИКС. И, следовательно, мы почти, наверное, договоримся с Китаем, который уже начал работать над шанхайскими индексами. Второе, что меня всегда интересует, это проблема непростого передачи транзита газа сложного химически в Китай или в Японию, а проблема формирования каких-то наших нефти и газохимических кластеров. Мне было интересно, почему все-таки в этом направлении ничего не происходит, хотя с точки зрения совместной прибыли это было бы абсолютно правильно, располагать близко к месторождениям эти нефтегазохимические кластеры. Очень интересные и точные ответы дали коллеги как раз из бизнеса, из ассоциации китайской крупных нефтехимических компаний. Они говорят очень просто, что вы, собственно, не создаете условий, которые позволили бы максимизировать прибыль. Остальные вопросы, они были все-таки более такие простые, ну, например, по экспорту нашему текущему электроэнергии, что мы ратифицировали, что не ратифицировали, по потенциалу расширения этого экспорта, по углю, по углехимии, такие достаточно простые вопросы. На мой взгляд, в целом была успешная поездка, которая и по пункту 1, и по пункту 2 позволяет дальше работать.